Выступает команда КВН из Подваль, Минск. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами команда КВН из Подваль, и мы играем вдвоем. На самом деле я создал эту команду только для того, чтобы начать встречаться с Тони. Леша, у тебя нет никаких шансов. Болельщика сборной Черногории тоже не было никаких шансов, но он-то попал. Леша, все равно нет. Ну, подожди, а если ты выпьешь много алкоголя, а я буду единственный парень рядом? А зачем мне переводить алкоголь, если ты единственный парень рядом? Тоня, если собрать все твои нет воедино, то получится книга толще, чем война и мир. Леша, если собрать свои идеи на все твои... Ну, пожалуйста. Ну, я очень тебя прошу. Можно выпросить кредит у Евросоюза. Ну, подожди, я не знаю, если сегодня мы выступим хорошо, может тогда у нас что-то получится? Ну, ты сначала выступи хорошо. Команда КВН из Подваль с повышенной мотивацией. Начинаем! Итак, представьте, поэтессу завели в тупик. Белая. Шмелая. Береза. Шмиреза. Шмель. Ты гад, а? Итак, представьте, девушка с первого взгляда влюбилась, со второго разлюбила. Извините. Что? Ой, да ничего. Ну что, Тоня, в следующей миниатюре я должен тебя обнять. Это же ничего страшного. Ну как ничего страшного? А ты? И вообще, Леша, мне надоело с тобой играть, поэтому, Артем, выходи. Вот, знакомься, это Артем, мой фитнес-тренер, и теперь он будет играть с нами. Тоня, зачем он нам в команде? Ну, понимаешь, он как бы мой парень, но он об этом еще не знает, конечно. Судя по его лицу, он вообще ничего не знает. У нас все с ним будет хорошо. Ну смотри, чтобы он не выскользнул с твоих рук. Не выскользнет. Ну что, Тоня, теперь тебе все нравится в нашей команде? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ты... Да сколько можно, Тоня, ты поспал! Я прошу прощения. Сегодня прощенное воскресенье? Нет. Тогда не прошу прощения. Артем, зачем ты нам нужен? Тоня, объяви. Так, представьте, терминатор на железнодорожном переезде. А мы продолжаем случай на рабовладельческом рынке. Тоня, будь по мелочи разбит. Да, держи. Представьте любая молодежная американская комедия в быстрой перемотке. Кинокомпания Universal Pictures представляет. Ты девственник? Ты девственник! А я тоже девственник. Ну мы тоже девственники. Я больше не девственник! Фильм дублировали. Ну что, Тонь, познакомься. Это моя девушка, и она тоже будет играть с нами. Быстро ж у тебя вкусы меняются, конечно. И как ее зовут? Лена. А как ты ласково ее называешь? Елена Петровна? Вообще-то она младше тебя. То есть она еще растет у тебя, да? Оу, какая девушка! Скажи, как ты набираешь массу? Специальное питание. Какое? Любое. Так, Артем, отвалил от моей девушки. Тебе что, Тони мало? Ну, Лены-то побольше. Так, Лена, выбирай. Либо я, либо он. Эники-бэники ели вареники. Вареники. Ну что, Тони, мы с тобой остались на сцене вдвоем. Может быть, сделаем с этим что-нибудь? Леша, у тебя все выступление, одно выражение лица. Может, сделаем с этим что-нибудь? Тони, да сколько можно, ты постоянно меня отшиваешь. Да сейчас кого угодно выведу, пусть вместо меня играет, господи. Да выводи ты, кого хочешь. Играй с ним. Антон? Тоня? Да что, это мой бывший парень, кого ты вывел? Как дела? Вот в КВН играю. Ну и как? Получается? Ну так это... А у тебя как дела? Нормально. Вот думаю, машину брать, квартиру покупать. Ничего не изменилось с десятого класса, да? Нет, ну почему? У меня вот девушка появилась. Вот, кстати, она сейчас звонит. Правильно говорить, звонит. Правильно говорить, проститутка. Слушай, Тоня, а давай начнем все сначала. Давай. Антон? Тоня? Леша, ты мой бывший парень, кого ты вывел еще сюда? Так, хватит портить на выступление, пошел вон. А мы с Милой по воде идем И летим, ни за что не держать. Ну что ж, друзья, что бы нам хотелось сказать в конце. Если мы пройдем в четверть финал, то, возможно, у нас даже что-то получится. А если с первого места, то, может быть, даже и с ним. Команда КВН из-под валь. Маленькая команда с большой френд-зоной. Спасибо. Парочка простых и молодых ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова